сегодня начнем работу над новой куклой получила я ее очень давно она вот лежит в таком виде уже больше года кукла американская с ватой внутри мягко набивная без опознавательных знаков то есть ничего тут у нее не видать достаточно большая она крупная кукла сейчас мы ее это 58 сантиметров роста вот так вот у нее скрипят глаза не знаю что с этим можно сделать наверно смазать можно вот сегодня наша задача просто разобрать ее нужно сначала сфотографировать для того чтобы восстановить в том виде в котором она была если говорить об этой кукле то не очень большие повреждения лица у нее отслоение лакокрасочного слоя идет вокруг рта здесь и вот вокруг глаз тоже здесь надуто все и но отслоение здесь тоже так то вот не скажу что прямо сильно отслаивается кусками достаточно сильно на руках тоже потрескалась краска на туле грунт тоже потрескался то ли нет тут то у точно потрескался грунт совершенно тело в нормальном состоянии то есть тело можно сохранить парик парик сыпется я все таки думаю парик заменить потому что прямо очень сильно сыпется самого начала открутим голову голова крепится на проволоки вот она закручена здесь вот и заправлена вот вот ткань этого ткани дырочка образовалась колорочку соединили здесь кружочек чтоб наполнитель не попадал в голову вот наполнитель здесь такой грязный можно достать и посмотреть снизу немножко почище но все-таки он пойдет весь на выброс и на смену поэтому наполнитель мы сразу вытаскиваем и выбрасываем вот такой наполнитель внизу то есть кукла наполнена какими-то остатками производства такой ватин тут находим пищик как всегда пищик у нас молчит но здесь пищик по пищику можно кстати посмотреть какие-то данные тут что-то ничего нет какие-то цифры надо потом погуглить посмотреть распускаем потому чтобы подобраться к ногам можно теперь подойти к ногам и достать ватин но сначала мы отсоединим ручки ручку отсоединяем вторую ручку на что-то на плесень похоже надо с этой ручкой то поработать значит ложки в этой чисто тоже чистого ножки настолько ручка что-то на плесень похоже интересная ножка вот эта вся часть она получается неполая вообще в конструкции вот у этого тела совсем иная парик он приделан степлером почему приделывают степлером парики то есть насквозь они просто голову пробивают этот степлер если я прикрепляю всего этом четырьмя какими-то этими на четыре точки парики то тут это просто всю голову и дырявили вот американцы любители вот оторвали вот если посмотреть со всех сторон торчат вот такие штырьки от скрепок вот и сейчас уже видно какие еще повреждения у куклы это вот от скрепок повреждения здесь трещина трещина это лакокрасочного слоя то есть если вот так вот отколупать вот если вот так вот поддеть то она сейчас я покажу как просто отпадает вот видите ну глаза нормальные можно сказать их почистить надо но вытаскивать их я не знаю как их вытаскивать они мурованы так что будем чистить так на месте и заклеивать их защищать во время покраски вот разобрали в куклу перед ремонтом теперь видно что нужно делать это избавить ее от краски зашпатлевать все дырочки за грунтовать вот потом покраска будет ну и нанесение мыка то же самое ожидает ручки и ножки тело просто постирать а парик надо будет менять скорее всего потому что ведь плохого качества его еще мой поела и тому же он сыпется так вот пищик разбираю здесь у него цифры разные и как будто бы какие-то еще опознавательные знаки то есть какая-то аббревиатура которую трудно рассмотреть вот пищик с клееночкой клееночка уже рассохлась от времени сейчас мы ее отцепим и посмотрим что там внутри здесь клееночка соединены вот с этой пищащей частью с этим звоночком очень плотно по идее вот это вот крышечка она должна отходить и между ними вставляется вот это вот клееночка надо попробовать ее разобрать конечно и посмотреть потому что я думаю что вот сам соисточек он работает